Совсем по другим причинам в Уральске женщина с детьми на грани выселения из квартиры. В редакцию нашего телеканала обратилась жительница города Елена Картель. Она рассказала, что оказалась в трудной жизненной ситуации. После развода с супругом ее с несовершеннолетними детьми могут выселить из жилья, так как приобретенная в браке квартира была выставлена на торги. Тему продолжат наши корреспонденты. Жительница Уральска Елена Картель рассказывает, что она с супругом в 2009 году приобрела квартиру по госпрограмме «Молодая семья» через Жилстрой Сбербанк. В 2011 году официально развелись. Через два года сошлись, родился второй ребенок. В 2017 году брак распался вновь. Квартира оформлялась на мужа, но при разводе Елена на раздел имущества не подавала. При этом оплачивала ипотеку. Женщина рассказывает, что пыталась договориться с экс-супругом мирным путем, но ничего не вышло. Бывший муж, по словам Елены, не только не шел на контакт и не своевременно оплачивал ипотечный долг, но еще и подал иск в суд на выселение бывшей супруги из жилья. Выплачивала еще долги и ипотеку сама платила. Далее, в 2018 году он подает нас на выселение с детьми с этого жилья. Получается, через суд имеется решение суда, где в выселении ему было отказано. Когда в 2011 году мы с ним разошлись, я в течение трех лет должна подать на раздел. Но я не подала на раздел. Я ипотеку выплачивала сама. Но оказалось, что были большие долги. И счет, который находился в Жилстрой Сбербанке, поставили на него арест. Таким образом, за просрочку по ипотеке квартира была выставлена на торги, а затем и продана через аукцион. Елена заявляет, что о продаже квартиры узнала уже после сделки, так как документация на имущество была оформлена на экс-супруга, и все уведомления получал он. Таким образом, сегодня продолжается судебное разбирательство. Ущемили права мои, права моих детей несовершеннолетних, выселяя нас единственного жилья. Представители ООЖ «Устрой Сбербанка» заявляют, что действуют в рамках закона, согласно договорам. Если супруги разводятся, как правило, оформляется раздел имущества, либо это не оформляется. Это больше внутрисемейная ситуация, даже, можно сказать, внутрисемейная, может быть какой-то конфликт, о котором банк не может знать. То есть, к какому заключению в процессе развода пришли супруги. Банк работает с лицом, являющимся заемщиком, либо созаемщиком, либо гарантом и залогодателем по банковскому заему. Соответственно, все спорные моменты, все вопросы погашения кредита, графика подписания документов, естественно, решаются только с официальными лицами по данному договору. Тем временем представитель филиала Казахстанского международного бюро по правам человека рассказывает, что в подобных случаях при судебных процессах в первую очередь должны учитываться права детей. Кроме того, правозащитник считает, что человека нельзя выселять из единственного жилья. В законодательство необходимо внести поправки. В судах и при продаже имущества всегда должен присутствовать орган опеки и попечительства. Поэтому государство в этом плане наделено достаточными полномочиями. Другое дело, как оно исполняется. Поэтому в таких случаях всегда интересы несовершеннолетних детей должны быть учтены. Я считаю, что необходимо в срочном порядке внести изменения в национальное законодательство в части того, чтобы прекратить практику выселения из единственного жилья граждан по любым мотивам. Чтобы разобраться в ситуации, Елене предстоит пройти еще через ряд судебных процессов. Но женщина надеется, что справедливость восторжествует. Свои права и права детей она готова отстаивать на уровне Верховного суда. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42.